Принципы территориальной организации местного самоуправления В нормативных актах именуются муниципальным образованием В исследовательской литературе и применительно к территориальным единицам Также иногда встречается термин «муниципалитет» Следует отметить, что муниципалитетами назывались города в республиканской эпохе римской истории Пользовавшиеся правом самоуправления Согласно части 1 ст. 131 Конституции РФ, местное самоуправление осуществляется в городских и сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций Таким образом, Конституция РФ в качестве территориальной основы местного самоуправления определила прежде всего городские и сельские поселения Допуская одновременно существование местного самоуправления и на других территориях Такой подход к территориальной организации местного самоуправления получил название «поселенческого принципа создания муниципальных образований». В соответствии с абзацем 1-го части 1-й комментированной статьи в РФ могут быть образованы следующие виды муниципальных образований, отличающиеся друг от друга, прежде всего, территории и, конечно, реализуемые на данной территории полномочиями. В соответствии с Федеральным законом 131 существует следующий перечень территориальных единиц. Это городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район и внутригородская территория города федерального значения. Комментируемый закон не допускает осуществления местного самоуправления на иных территориях. При организации местного самоуправления преимущество отдается городским и сельским поселениям, чьи территории образовывались естественным путем. Этот уровень поселения является наиболее приближенным к населению, соответственно, создание муниципального образования на уровне муниципального района необходимо в первую очередь для налаживания управленческих связей между поселениями, входящими в его состав. Таким образом, в Российской Федерации реализуются два основных вида территориальной организации местного самоуправления. Это поселенческий и территориальный. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. То есть невозможно существование поселений, на которых местное самоуправление было бы не востребовано. Согласно части 1 пункта 1 комментируемой статьи, наделение муниципальных образований статусом конкретного вида муниципального образования осуществляется законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, данная норма означает, что все субъекты Российской Федерации обязаны обеспечить населению реализацию права на местное самоуправление на территориях муниципальных образований. Часть 2 комментируемой статьи содержит общие требования по установлению и изменению границ муниципальных образований. То есть, во-первых, границы муниципальных образований устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, во-вторых, установление указанных границ должно происходить в соответствии с требованиями, установленными данным законом. Комментируемая статья ограничивает компетенцию субъектов Российской Федерации, прежде всего, закрепляя собственные критерии определения типов муниципальных образований. Требования к установлению и изменению границ муниципальных образований и другие вопросы территориальной организации и местного самоуправления на своей территории. Часть 3 комментированной статьи гласит, что при изменении границы между субъектами Российской Федерации, компетенции органов государственной власти субъектов РФ, отнесено установление порядка, связанного с этим изменением границ муниципальных образований, их преобразований или же упразднений. Статья 11. Граница муниципальных образований. В соответствии с частью первой комментируемой статьи, впервые на федеральном уровне закрепляется подробный перечень требований к установлению и изменению границ муниципальных образований. Традиционно порядок установления границ МО определялся законами субъектов Российской Федерации с учетом мнения населения соответствующей территории, а также исторических и иных местных традиций. Комментированная статья закрепляет следующие принципы определения границ муниципального образования. Территория субъекта Российской Федерации разграничивается между поселениями, то есть не может быть территорией субъекта, на которую не осуществлялось бы местное самоуправление. Исключение в данном случае составляет только территории с низкой плотностью сельского населения, но и они в соответствии с требованиями комментированной статьи должны быть отнесены межселенными территориями и включены в состав муниципального образования, муниципального района, наряду с иными малонаселенными территориями, независимо от формы собственности на земельные участки. Также, согласно части 2 статьи 15 комментированного закона, на межселенных территориях полномочия органов местного самоуправления осуществляют органы МЦУ муниципального района. Согласно пункту 2 части 1 комментированной статьи, территории всех поселений, за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью селениями и на территориях упраздняемых поселений, межселенные территории входят в состав муниципальных районов. Таким образом выстраивается двухуровневая модель местного самоуправления. В составе муниципального района создаются городские и сельские поселения, которые также являются самостоятельными муниципальными образованиями. В то же время городские округа являются одноуровневыми муниципальными образованиями. По мнению большинства исследователей, двухуровневая модель позволяет обеспечить решение конкретных вопросов местного значения именно на том уровне, на котором присутствуют объективно необходимые для этого ресурсы. Кроме того, данная модель позволяет выстроить оптимальную систему взаимодействия органов местного самоуправления и с населением, и с органами государственной власти. Все это возможно в том случае, если удастся не допустить подчинения городских и сельских поселений муниципальному району, в состав которого они входят. Отношения между разноуровневыми муниципальными образованиями комментируемый закон предлагает строить не на административном подчинении, а на межмуниципальном сотрудничестве в соответствии с главой 9 данного закона. Комментируемый закон также разграничивает вопросы местного значения. Это глава 3. Объекты муниципальной собственности и источники доходов местных бюджетов. Это глава 8. Между различными типами и уровнями муниципальных образований. В соответствии с пунктом 3 часть 1 комментируемой статьи территорию поселения составляют следующие земли. Это исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Таким образом, муниципальное образование определяется как населенная территория. Следовательно, квалифицирующим признаком муниципального образования является наличие населения. Еще одним требованием к формированию территории муниципального образования является требование о том, что в состав территории поселения входят земли, независимо от форм собственности и целевого назначения. Стоит отметить, что в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации целевое назначение земель предопределяется категориями земель. При этом все земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующей категории. Это земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. Земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса. Таким образом, муниципальным образованием является исторически сложившееся поселение, в состав которого входят земли, независимо от форм собственности и целевого назначения. В состав территории городского поселения могут входить один город или один поселок городского типа, территория, предназначенная для развития социально-транспортной инфраструктуры городского поселения, а также территория поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. Данные территории должны быть обязательно внесены в генеральный план городского поселения, а порядок подготовки и утверждения генеральных планов муниципальных образований, в том числе городских поселений, установлен Гражданским кодексом РФ. В соответствии с пунктом 6, части 1, комментируемой статьи Федерального закона 131, предусматривается два варианта территориальной организации сельского поселения, в состав которого могут входить. Это один населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек. То есть для территории с высокой плотностью населения это более 3000 человек. Второе, это объединенные общие территории, несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый. Для территории с высокой плотностью населения это менее 3000 человек каждый. Численность населения является важным фактором при определении статуса муниципального образования. Комментируемый закон вводит ограничения по численности населения. Так, сельским поселением может являться один населенный пункт с численностью более 1000 человек. Более 1000 человек. Или несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией с численностью менее 1000 человек каждый. Однако данное правило не является догмой. Рассматривая норму, содержит формулировку как правило, что на практике означает возможность включения в состав сельского поселения населенных пунктов с иной численностью. Но это может быть вызвано рядом причин, в том числе сложившимся исторически административно-территориальным делением. Согласно пункту 6 части 1 комментируемой статьи, закону субъектов Российской Федерации, устанавливающие изменяющие границы поселения, должны содержать перечень населенных пунктов, входящих в состав территории этих поселений. С законами субъекта Российской Федерации статусом сельского поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек. Данная норма позволяет сделать исключение из общего правила и при территориальной организации местного самоуправления учитывать разнообразные факторы, такие как плотность населения, территориальная доступность поселения и т.д. Согласно данной статье, административным центром муниципального района может считаться город или поселок, имеющий статус городского округа, расположенный в границах муниципального района. Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. а границы муниципального района с учетом транспортной доступности до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в соответствии с законами субъектов РФ могут не применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных труднодоступных местностях. Таким образом, комментируемый закон определяет критерии территориальной и временной доступности муниципального образования. Эта граница поселения, включающая территорию двух и более населенных пунктов, должна быть проведена таким образом, чтобы его административный центр находился в пределах пешеходной доступности из любой точки поселения. Данным критериям территориальной организации местного самоуправления предполагалось достичь максимального приближения органов местной власти к жителям муниципальных образований. Данный критерий предполагает реализацию следующих принципов. Это эффективности самоорганизации, основанной на осознании населениям общих интересов и участия в их реализации, подконтрольности органов и должностных лиц местного самоуправления населению, доступности органов и должностных лиц местного самоуправления для жителей в течение короткого времени. Относительно скорости, с которой следует считать пешеходную доступность при реализации данной нормы, в свое время разгорелись дискуссии. Большинство практиков склоняется к скорости в 6 км в час, а некоторые авторы главного определения в пешеходной доступности рассматривают не скорость, а расстояние, и считают, что оно должно быть не более 5-7 км. Соответственно, границы муниципального района должны быть установлены с учетом транспортной доступности административного центра для жителей всех поселений, входящих в его состав. Однозначного определения пешеходной и транспортной доступности в настоящее время нет. При определении границ муниципальных образований на практике руководствовались не данными принципами, а сложившимися административно-территориальными устройствами. Исключение из этого правила составляет территории с низкой плотностью населения, отдаленные местности, труднодоступные местности. В список исключений также следовало внести города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также закрытые административно-территориальные образования, наука града, приграничные территории, для которых предусмотрен особый порядок организации местного самоуправления. Согласно пункту 12 части 1 комментируемой статьи, территория населенного пункта должна входить в состав территории поселения. Как уже отмечалось выше, данное требование корреспондируется с требованиями статьи 83 земельного кондекса РФ, в соответствии с которым границы городских и сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы. Кроме того, в соответствии со статьей 1 федерального закона номер 78 от 18 июня 2001 года о землеустройстве, территория населенных пунктов является объектами землеустройства. Определение местоположения границ объекта землеустройства осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству. В результате таких работ, согласно статье 20 федерального закона номер 78 о землеустройстве, подготавливается карта объекта землеустройства формы, требования к составлению которой утверждены постановления правительства номер 621 от 30 июня 2009 года. Таким образом, описание местоположения границ населенных пунктов вносится в государственный кадастр недвижимости на основании карты или же плана объекта землеустройства. Порядок описания местоположения границ объекта землеустройства утвержден приказом Минэкономразвития России от 3 июня 2011 года номером 267. Указанным порядком в том числе предусмотрено, что описание местоположения границ объектов землеустройства осуществляется с использованием сведений государственного кадастр недвижимости и то, что границы муниципальных образований, границы населенных пунктов не должны пересекать границы земельных участков в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о таких земельных участках. Кроме запрета на пересечение границами городских сельских населенных пунктов, границами муниципальных образований, рассматривая норму, корреспондирует также с вышерассмотренной нормой пункта 3 части 1 комментируемой статьи о том, что в состав населенного пункта входят исторически сложившиеся земли и прилегающие земли общего пользования. В соответствии с пунктом 13 части 1 комментируемой статьи территория поселения не может входить в состав территории другого поселения. Таким образом устанавливается критерий целостности территории муниципального образования. То есть все муниципальное образование должно иметь непрерывную границу. Кроме того, границы поселения не могут пересекаться границами населенного пункта. Территория поселения не может находиться внутри территории другого поселения. А границы муниципального района не могут пересекаться границами поселения. Согласно пункту 14.1, территория городского округа не входит в состав территории муниципального района. Таким образом, распространение двухуровневой модели местного самоуправления на крупные города не осуществляется, так как признается нецелесообразным. Городской округ остается одноуровневым, то есть он не входит в состав муниципального района и не содержит в своем составе самостоятельных городских и сельских поселений. При этом надо учитывать, что в соответствии с федеральным законом 136 введены еще два вида муниципальных образований. Это городской округ с внутригородским делением и внутригородские районы. При этом в городском округе с внутригородским делением предусматривается муниципальное образование второго уровня, то есть внутригородские районы. При этом и данный вид городских округов распространяется требование рассматриваемого пункта. Граница муниципального района устанавливается с учетом двух факторов. Это необходимость создания условий для решения вопросов местного значения межпоселенческого характера органами местного самоуправления муниципального района, а также необходимость создания условий для осуществления на всей территории муниципального района отдельных переданных государственных полномочий. Следовательно, территория муниципального образования должна быть такой, чтобы проживающие в ее границах население было объединено общими интересами в тех вопросах, решение которых отнесено к ведению местного самоуправления. В этой связи на территории муниципального образования желательно наличие социальной и коммунальной инфраструктуры, необходимых для решения вопросов местного значения. Согласно пункту 16, части 1, территория поселения должна полностью входить в состав территории муниципального района. Таким образом, определение территории муниципальных образований строится на следующих общих подходах. Во-первых, вся населенная территория Российской Федерации делится на муниципальное образование. Во-вторых, в районе создается двухуровневая модель местного самоуправления. В-третьих, при определении статуса и границ муниципального образования учитываются такие факторы, как численность, теплотность населения, пешая и транспортная доступность, а также развитие инфраструктуры. Наличие муниципальной собственности не является обязательным условием для создания муниципального образования. Часть 2, комментированная статья, закрепляет условия наделения городского поселения статусом городского округа. На статус городского округа могут придавать только города, где и сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструктура, необходимая для самостоятельного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и осуществления отдельных переданных государственных полномочий. Инфраструктура представляет собой основу организации пространственного размещения жилой застройки объектов муниципального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования. Муниципальное хозяйство представляет собой сложный комплекс различных подотраслей, тесно связанных между собой и объединенных общей целью удовлетворения потребностей населения в муниципальных услугах. Инфраструктура муниципального образования – это комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающих функционирование и устойчивое развитие муниципального образования. Как правило, выделяет инженерную, транспортную, социальную, жилищную и экологическую инфраструктуру. Городской округ представляет собой сложную социально-экономическую систему, включающую в себя следующие сферы. Это градообразующая сфера, то есть предприятия и организации, градообслуживающая сфера, в том числе инженерная и транспортная инфраструктура. И социальная инфраструктура – это организации, предоставляющие население медицинские, образовательные, досуговые и иные муниципальные услуги. Комментированный закон устанавливает особые требования к развитию инфраструктуры городского округа. Ее уровень должен обеспечивать не только возможность решения вопросов местного значения, но и осуществление отдельных переданных государственных полномочий. При наделении городского поселения статусом городского округа должны учитываться перспективы развития городского поселения, подтвержденной генеральным планом данного городского поселения. Данный генеральный план принимается представительным органом поселения в соответствии со стратегией развития муниципального района и субъекта Российской Федерации. Комментируемый закон также вводит критерии определения территорий с низкой плотностью населения. К ним относятся территории, плотность поселения в которых более чем в три раза ниже средней плотности поселения сельских поселений Российской Федерации. Часть 4 комментируемая статья соответственно устанавливает критерии определения территории с высокой плотностью населения. К ним относятся территории, плотность населения в которых более чем в три раза выше средней плотности населения сельских поселений Российской Федерации. Статья 12. Изменение границ муниципального образования. Согласно части 2 ст. 131 Конституции РФ, с учетом мнения населения допускается изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. Комментируемый закон развил это конституционное положение в данной статье. Следует отметить, что в отличие от предыдущего закона 1995 года, комментируемый закон содержит гораздо большее количество норм, регулирующих вопросы территориальной организации местного самоуправления. Часть 1 комментируемой статьи впервые наделяет федеральные органы государственной власти правом выходить с инициативы изменения границ муниципального образования. С подобной инициативой теперь могут выступать население муниципального образования, органы МСУ, органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. В качестве основных причин, приводящих к необходимости изменения границ муниципального образования, могут быть названы государственные, муниципальные, общественные и частные интересы. Необходимость расширения территории муниципального образования может быть также связана с экономической целесообразностью. Например, для успешного развития и функционирования муниципального образования необходимо построить какой-либо крупный промышленный или сельскохозяйственный комплекс, или же присоединить завод по изготовлению стройматериалов, которые территориально размещаются в другом муниципальном образовании. Предложения об изменении границ муниципального образования хотя бы одного из указанных субъектов должны быть рассмотрены в порядке, определенным законом субъекта Российской Федерации. Учет мнения населения соответствующих территориях при изменении границ муниципального образования должен обеспечиваться путем определения в законах субъектов РФ конкретной формы, то есть местного референдума. Причем, согласно закону 131, инициатива населения об изменении границ муниципального образования должна реализоваться в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Процесс изменения границ муниципального образования включает в себя, как правило, следующие этапы. Это выдвижение инициативы об изменении границ муниципального образования, выявление мнения населения, проведение голосования, принятие закона субъекта, внесение изменений в Устав муниципального образования и внесение изменений в Государственный реестр муниципальных образований РФ. 2. Комментируемая статья закрепляет обязательность учета мнения населения по вопросам изменения границ муниципальных районов. 3. Комментируемый закон определяет, что изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территории отдельных входящих в их состав поселений населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется согласие населения данных поселений и населенных пунктов, выраженного в двух моментах путем голосования, либо на сходах граждан. 4. В данном случае также обязательно учитывать мнение представительных органов соответствующих муниципальных районов. Комментируемая статья закрепляет обязательность учета мнения населения по вопросам изменения границ муниципальных районов. 5. Однако мнение населения муниципального образования не всегда должно быть выражено через форму приема волеизъявления или форму участия населения в осуществлении местного самоуправления. 6. Согласие населения поселений и городских округов может быть выражено представительными органами соответствующих поселений по вопросам изменения границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущего отнесение отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям городских округов. 7. Соответственно, мнение населения муниципальных районов выражает представительные органы муниципальных районов и по данным вопросам не требуется проведение голосования граждан. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территории отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласием населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренным данным законом, с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений. В том случае, если изменение границ муниципальных районов и поселений не влечет переход населенных пунктов к территориям муниципальных районов и поселений, проведение местного референдума голосования жителей или схода граждан не требуется. Мнение населения в таком случае выражает соответствующий представительный орган местного соуправления. В связи с появлением нового вида муниципальных образований городских округов внутри районных делений и внутри городских районов появилась необходимость в регулировании изменения границ. В соответствии с частью 5 комментируемой статьи уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50% относительно установленных законным норм не является достаточным основанием для инициирования процедуры заменения границ. Если численность населения сельских населенных пунктов уменьшилась более чем на 50% относительно установленных законным норм, а также по иным причинам границы муниципальных образований могут быть изменены в порядке, установленном комментируемым законом. Статья 13. Преобразование муниципальных образований. В статье 13 предусматривается возможность проведения преобразования муниципальных образований. Под преобразование муниципальных образований понимается процесс, протекающий в следующих формах. Это объединение, разделение, изменение статуса городского поселения в связи с наделением статуса сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением статуса городского поселения и так далее. То, что вы видите на слайде, какие могут быть изменения в статусах того или иного вида муниципального образования. Дополнительно следует отметить, что комментируемая статья предусматривает также следующие способы преобразования муниципальных образований, которые могут затронуть городские округа с внутригородским делением и внутригородские районы. Это объединение двух и более внутригородских районов, а также разделение внутригородского района с образованием двух или более внутригородских районов. Территориальная организация местного самоуправления подвержена определенной динамике. Любое муниципальное образование может быть в дальнейшем преобразовано или упразднено. В отличие от преобразования, процесс упразднения муниципального образования предполагает утрата местным сообществам способности к самостоятельному осуществлению местного самоуправления. Создание, преобразование и упразднение муниципального образования непосредственно связаны с процессом установления и изменения границ. Преобразование муниципальных образований в Российской Федерации в современных условиях это процесс нередкий. При этом в связи с определенными трудностями при реализации полномочий органов МСУ на определенной достаточно небольшой территории наиболее часто встречается преобразование в форме объединения муниципальных образований, то есть поселений. Часть 2. Комментируемый статив закрепляет перечень субъектов, которые могут выступать инициаторами преобразования муниципальных образований. Это население муниципального образования, это органы местного самоуправления, это органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, это федеральные органы государственной власти. Причем, если первые три являются традиционными субъектами, обладающими данным правом, то федеральные органы государственной власти по 131 закону, комментируемому, впервые наделяются этим правом. Причем, предложения о преобразовании муниципальных образований хотя бы одного из указанных субъектов должны быть рассмотрены в порядке определенным законом субъекта Российской Федерации. Учет мнения населения по данному вопросу должен обеспечиваться путем определения законных субъектов конкретной формы, то есть местного референдума. Процесс преобразования муниципального образования представляет собой определенный процессуальный порядок производства и состоит из следующих этапов, которые вы видите на слайде. Это выдвижение инициативы, выявление мнения населения, принятие закона, внесение изменений в устав, внесение изменений в государственный реестр муниципальных образований. Часть 7 комментируемой статьи предусматривает изменение статуса городского округа. Это в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением, либо в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением. Такое изменение осуществляется с законом субъекта, с учетом мнения населения, соответствующего городского округа, в соответствии с его уставом или законом субъекта. Лишение муниципального образования статуса городского округа с внутригородским делением влечет за собой упразднение внутригородских районов. И преобразование муниципальных образований в целом влечет создание вновь образованных муниципальных образований, которые и случаи эти предусмотрены в данной статье комментированного закона. Статья 13.1. Упразднение поселения. В данной статье предусматривается возможность проведения процедуры упразднения муниципального образования. Под упразднением муниципального образования понимается утрата местным сообществом способности к самостоятельному осуществлению местного самоуправления. Часть 1. Комментируемая статья определяет, что упразднение поселения допускается только при соблюдении следующих условий. То есть поселение должно классифицироваться как территория с низкой плотностью сельского поселения, поселение должно располагаться в трудно доступной местности, поселение должно быть малочисленным, и жители поселения должны выразить желание об упразднении поселения. Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве межселенной территории. Часть 2. Комментируемая статья содержит перечень субъектов, которые могут выступать с инициативой об упразднении поселений. Это население само, это органы и должностные лица МСУ, органы государственной власти, субъекты Российской Федерации и федеральные органы государственной власти. Упразднение поселения осуществляется только законом субъекта Российской Федерации, принимаемым представительным органом субъекта Российской Федерации. Никакие другие органы и должностные лица государственной власти и органы и должностные лица МСУ не вправе принимать решение о упразднении поселения. Таким образом, процесс упразднения поселения представляет собой определенный процессуальный порядок производства и состоит из следующих этапов. Опять-таки, это выдвижение инициативы, выявление мнения населения, принятие соответствующего закона, внесение изменений в устав, внесение изменений в государственный реестр муниципальных образований. В Российской Федерации нередки случаи, когда возникает необходимость упразднения фактически нефункционирующих поселений. В настоящее время не предусмотрена процедура упразднения обезлюдивших поселений, поселений, в которых отсутствуют жители, обладающие избирательным правом. И в связи с этим невозможно проведение схода для принятия решения упразднения поселения. Это вызывает трудности на практике, связанные с невозможностью упразднения таких фактически нефункционирующих муниципальных образований. И для решения данной проблемы, федеральным законом 23 июня 2014 года, номер 165, о внесении изменений в федеральный закон 131 и отдельный законодательный акт Российской Федерации, комментируемая статья была дополнена, в соответствии с которой в случае, если в поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным правом, органы государственной власти субъекта вправе принять решение об изменении административно-территориального устройства субъекта, в результате которого происходит упразднение всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, с последующим упразднением. Часть 4 комментируемая статья также устанавливает, что территория упраздненного поселения на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в состав муниципального района в качестве межселенной территории, на иных территориях в состав поселения, имеющих общую границу с упраздняемым поселением. И отнесение территории упраздненного поселения к территориям иных поселений осуществляется законом субъекта Российской Федерации с учетом мнения населения, выраженного представительным органом данного поселения. Статья 13.2. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях. Данная статья предусматривает возможность создания на основе населенных пунктов на межселенных территориях вновь образованных поселений и закреплена процедура принятия такого решения. Кроме того, комментируемой статьей расширяется компетенция сходов граждан. Под межселенной территорией комментируемый закон понимает территорию, находящуюся вне границ поселений. Часть первой комментируемой статьи закрепляет перечень субъектов, которые могут выступать инициаторами создания вновь образованных поселений на межселенных территориях. Это население, это органы, должностные лица МСУ, органы государственной власти, субъекты и федеральные органы. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях осуществляется только законом субъекта Российской Федерации, принимаемым законодательным органом субъекта Российской Федерации. Никакие другие должностные лица и органы не вправе принимать подобного решения. Согласно части второй комментируемой статьи, создание вновь образованных поселений на межселенных территориях осуществляется только в согласии населения муниципального района, выраженного представительным органом данного муниципального района. В случае выдвижения на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, инициатива о создании вновь образованного поселения, такая инициатива оформляется решением схода граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте. Таким образом, процесс создания вновь образованного поселения на межселенной территории представляет собой определенный процессуальный порядок производства состоит из следующих этапов. Это движение инициативы, выявление мнения населения, проживающего в данном населенном пункте, выявление мнения населения муниципального района, принятие соответствующего закона субъектом Российской Федерации, внесение изменений в устав муниципального образования, внесение изменений в государственный реестр муниципальных образований. Комментированный закон также накладывает некоторые ограничения на процедуру создания вновь образованного поселения на межселенной территории. Закон субъекта РФ о создании на межселенной территории вновь образованного поселения должен вступать в силу в следующих случаях, то есть в период избирательной кампании по выборам органов МСУ данного муниципального образования и в период кампании местного референдума. Спасибо за внимание.